Добрый день! Сегодня 22 августа 2024 года. Я читаю девятую часть нашей эпопеи «Возвращение домой». Я не знаю, как сын довез меня назад в мою страну в этом длительном перелете с несколькими пересядками. Моя болезнь обострилась. Это то, о чем я только что сказала. Из-за сильного нервного срыва я ничего не видела вокруг себя. Я только плакала. Мы вернулись в свою пустую квартиру осенью. У нас не было теплой одежды на осень и зиму. А климат у нас зимой суровый, до минус 40 градусов по Цельсию. У меня не было работы. У нас не было средств существования. Сын не поступил в университет или колледж, и ему пришла повестка в армию. Ужас! Отличный финал счастливого брака. Я в полном кризисе на жестких антидепрессантах, назначенных врачом. Казалось, была где-то в пространстве между небом и землей. Я или плакала, или нервно думала, где найти работу. Ведь все знакомые отвернулись от меня, узнав о моем счастливом австрийском замужестве. Благодаря моей маме и ее небольшим накоплениям мы откупили нагад сына от армии. Молодец! Я постепенно начала приходить в себя и нашла работу из дома на небольшие деньги. Но морально мне было тяжело даже выходить на улицу. Я боялась поднять глаза на прохожих, ожидая увидеть усмешки даже от пробегающих собак. Пусть они усмехаются. Пусть они думают или додумывают, или придумывают все, что хотят. Вы про себя все знаете лучше других. Вы знаете, что вы не сделали ничего плохого. Вы старались максимально создать эту семью. Но оказывается, и вот так бывает. Нам не важно, что о нас думают другие. Для нас важно, что мы себя для себя не потеряли. Что мы остаемся человеком, уважающим себя и ничего в этом мире не боящимся. Пожалуйста, полюбите себя. Это было невыносимо. Я как медведь сидела в своей биологии и выла. Через три месяца после нашего возвращения я нашла в себе силы написать своему мужу и спросить, что с нашим браком дальше, как он будет оформлять развод. Я еще раз пыталась с ним разобрать нашу ситуацию. Попросила его уже более спокойно объяснить, что с ним случилось. Вот это хорошая фразочка. Что с тобой случилось? Ничто не предвещало беды. Но его ответ дал мне четкое понимание, что этот человек болен душевно. И что он совершенно не понимал, на что он идет, привозя женщину с сыном из другой страны. Оказалось, что с первого дня нашего приезда в Австралию мой телефон был у него на прослушке. Он копировал все мои текстовые и голосовые сообщения, потом пропускал через онлайн-переводчик и додумывал сам. После кривого перевода накручивал себя изо дня в день, что я жалуюсь всем на него. Хотя я не жаловалась никому. Только с одной моей близкой подругой я разбирала те ситуации, которые не могла понять. Я даже маме не говорила ничего, пока не был куплен билет назад. И что мне очень плохо в Австралии, и что я вышла замуж за него только ради того, чтобы мой сын попал в Австралию, и ради этого тоже. В общем, его больной мозг не справился с кривым бездушным переводом, где могли быть милые шутки или констатации отличия жизни в разных странах. Допустим, такой момент. Я только закончила уборку. Мне пишет моя мама и спрашивает, как дела. Я болтаю с ней, захожу в комнату, где собака разорвала в клочья подушку и раскидала весь синтепон по комнате. Я смеясь говорю маме, что наш милый пес пошалил. А я только что убралась. Мама отвечает, что убила бы его шуткой. Я говорю, что нельзя так, как мы его любим. И вот эту ситуацию мой муж, прослушав через переводчик, воспринял за мою жалобу. Ну, а я бы пожаловалась, извините. Я бы не смогла с юмором про это говорить. Я только убрала. А этот распоразит, которого я люблю, вот столько сделал, я бы пожаловалась. Или же мой бывший коллега спрашивает меня о том, нравится ли мне жизнь в Австралии. Мы с этим коллегой, давно знакомые, имели дружеские отношения, могли пошутить и понимали юмор друг друга. На что я ему отвечаю. Да, мне очень нравится австралийская жизнь, но если бы еще и мои домашние австралийцы научились снимать грязную после дождя обувь, я бы была совсем счастлива. Абсолютно верно. На нашей волне общения с этим коллегой это выглядело весело. Мы посмеялись и поняли друг друга. Но сухой перевод может сказать о том, что я жаловалась коллеге на плохую жизнь австралийцев. Или же моя мама, как настоящий советский человек, с постоянной регулярностью спрашивала меня о том, когда мы пойдем подавать документы моего сына в колледж или в университет. Так как для советского понимания закончил школу, высшее образование обязательно. Я как могла объясняла и почему все откладывается. Но мой муж с переводчиком, видимо, это воспринял как то, что я приехала в Австралию только ради обучения моего сына. На мои слова о том, что это очень мерзкая недостойность первого дня не доверять любимой женщине и прослушивать ее телефонной перепиской, тем более на языке, который ты не знаешь, он ответил, что он и не любил меня, что ему нравилось, как я его любила, что после двух его браков, которые основывались на лжи, он должен был быть осторожен и должен был проверять меня. А также он начал обвинять меня, что я что-то украла у него в доме. Но предъявить доказательства этого или указать, что именно он имел в виду, он не мог, а лишь сыпал и сыпал обвинениями. Эти обвинения были настолько абсурдны даже для того, чтобы их придумать, потому что я много лет проработала в финансовой сфере с большими деньгами, и меня ценили именно за честность. Я никогда ни у кого ничего не могла украсть. Это против моих принципов. Я больше не стала разбираться. Я поняла, что человек либо серьезно болен душевно, либо его младший сын, который имел нехорошие связи, мог построить какую-то ситуацию, обвинив меня. И все это на фоне его финансового банкротства, с которым он не мог справиться, и понимал, что расходы на семейную жизнь выросли в разы. Но мне все это было уже неинтересно. Мне было очень больно и обидно. Я только благодарила Бога, что это выяснилось так быстро, что мне не пришлось привыкнуть к жизни в этой красивой стране, к его родственникам, завести друзей или выйти на работу и так далее, что неизвестно, чем бы все вообще могло закончиться. Ведь человек, который не верит никому или собственным детям, никому вокруг непредсказуем. Я лишь попросила его сообщить мне, когда будет наш развод, так как я законопослушный человек и не хочу оставаться замужем в чужой стране, даже на бумаге. Шли месяцы. Я постепенно восстанавливала здоровье и психику. Мой сын поступил в Американо-Литовский университет и готовился к отъезду в Литву. Мне казалось, что все, моя жизнь кончилась. И я не представляла, как я останусь одна, совсем одна. Было очень трудно и морально, и материально. Но мы как-то справились. Девочка моя, мне так жалко, что вы тогда еще из Австралии мне не позвонили. Я бы вам плечо, безусловно, подставила. Подставила бы моя хорошая, и мы бы уже не ревели. Мы вдвоем уже бы не ревели. Потому что, но слезы не помогают. И я вам еще раз скажу, даже потеряв супруга, я была два раза. Причем один раз я помню почему, а второй даже не помню. Но думаю, что были какие-то основания. Просто потому, что еще в душе вот эта пустота ничем не запомненная. Так что, лапочки, часть десятая, продолжаем искать свое счастье. Какая молодец, мне уже название этой следующей части очень нравится. Продолжаем искать свое счастье. Слушая ваш канал, я хочу сказать вам в тысячный раз, что я безмерно благодарна вам за ту поддержку, которую даете вы нам всем в любые минуты нашей жизни. Особенно, когда разрывается душа на счастье. Лапочка моя. Вот если вы мне доверяете и душа рвется, ну чего же вы мне два года назад не позвонили? Можно было прямо из Австралии написать мне или позвонить, или договориться лапочкой. Я бы поставила вам плечо. Именно благодаря вам я взяла себя в руки и попыталась выйти снова на сайт из знакомств. Хотя я была настолько опустошенной и испуганной. Мне казалось, что мне нечего сказать при разговоре с мужчинами. Мне нечего им рассказать о себе, своем опыте, своих интересах, так как интерес был только время один выжить. Если нас жизнь бьет по голове, это вовсе не значит, что мы опустошены. Мы остались прежними. Просто нам больнее, чем всем остальным другим. Но эту боль мы можем заглушить именно уважительным отношением другого человека, комплиментами с его стороны и просто занятостью, занятостью, занятостью. Занятость – самое главное лекарство. И если помимо того, что надо зарабатывать, еще остается какое-то время, это время надо потратить на себя, чтобы найти мужчин, которым сказать, я живая, я хочу быть счастливой, сделайте меня такой. Я чувствовала себя настолько внутренне неинтересно для окружающих, что общалась только кротко, но также я боялась новой боли, боялась открываться человеку, который может вот так сказать, что мне просто понравилось, как ты меня любила. Ребята, это одна из причин, почему многие женщины не хотят второй раз выходить замуж. Когда первое замужество было несчастливым, когда мужчина вот так сильно обижал, и эта рана была кровоточащей, долго-долго они больше не хотят. Я там побывала, мне больше не надо. Но есть другие случаи. Есть женщины, которые и первый раз удачно замуж вышли, и второй, и третий, и нас большинство, и поэтому равняйтесь на других. Есть такие идиоты. Причем многие-многие меня сейчас спрашивают о том, что Галя, он что, заранее спланировал так человека обидеть? Нет, абсолютно нет. Он был уверен, что с этой женщиной он будет другой. Он будет счастливый, он будет ее баловать, они будут путешествовать только бизнес-классом, они будут жить в очень дорогом доме, и он будет ей покупать все, что она захочет, и именно поэтому он сказал, не привози никаких вещей. Он надеялся, что у него получится. Но если он никогда таким раньше не был, а просто нарисовал такую картинку, оно не работает. Таким человеком надо себя сделать. У него был такой шанс сделать себя таким. Он этот шанс упустил. После этого полубрака, вот так она назвала, я стала совершенно неуверена в своих физических данных. Мне казалось, что я уже старая, некрасивая и неухоженная. Не помню, сколько лет девочки, лет сорок с небольшим. Я вот бабушка 65 лет, молодая, красивая и очень ухоженная. Поверьте в себя, пожалуйста, полюбите себя. Даже если полоса черная, жизнь вовсе не из полос состоит, она состоит из клеток, как шахматная доска. И все зависит от того, какой ход вы сделали. То, что вы уехали оттуда, это был абсолютно правильный ход. Там нельзя было оставаться, вы бы себя окончательно угробили. Девочки там прописали диагнозы, такой-то, такой-то, такой-то. Я никогда не разбиралась в психологии, какие там бывают типы людей, и какие у них могут быть наклонности, диагнозы. Я просто смотрю, как ко мне относятся. К вам стали относиться мерзко. Единственный правильный выход из этого был собраться и уехать, но и покупать самой билет. И денежку с собой тоже запросить. Будьте любезны, меня снабдите. Я не работала, я не знаю, когда устроить. Я продала вещи и раздала, и мне надо все это покупать. Тем более я не знала, как отвечать на вопрос о предыдущих отношениях. Импровизировала, как могла на тот момент. Несмотря на это, у меня было достаточно интересных, достойных, внимательных кандидатур. Лап моя, вы же у нас на канале. На вопрос по предыдущие отношения мы не разглагольствуем. Мы говорим о том, что у меня были отношения, но поскольку я на сегодняшний момент не замужем, значит, я открыта для новых отношений. Я про ваши отношения задам вам только один вопрос. Какова была причина расставания? Потому что для меня это очень важно, чтобы знать, что наши с вами отношения не разрушатся по этой же самой причине. Мне вот это нужно знать. Я из своих прошлых отношений хочу сказать, что когда-то я не была готова к замужеству, и я даже не стала связывать свою судьбу с отцом моего ребенка. Я с ним заранее все это обговорила, что я буду одна, и он не ответственен за ребенка. А сейчас я созрела. У меня были одни не очень удачные отношения. Я из них вышла, и я готова к новым. Все. Вы не должны рассусоливать. А он так меня обманул, он всяк меня. Ребята, это не ваше дело. Постройте такие, мальчики, со мной отношения, чтобы я забыла обо всем на свете и ценила каждую минуту рядом с вами. Вот про это мы, мальчикам, и говорим. Ладно, я сейчас буду стрим начинать готовить. Почитаем. Может быть, сегодня, может быть, завтра.